Так, всем привет. Вначале будем знакомиться, потому что я часть людей на самом деле уже знаю. Я с вами уже где-то встречался, но с этим нужно разобраться. Сразу вначале я четко уточню, про что будет доклад. Не будет ли это случайно второй частью доклада с Джокера? Нет, это будет на 80% доклад с Джокера с небольшими уточнениями, которые я поменял, потому что у меня уже пришли некоторые отзывы. В частности, будет небольшой Spark интро, потому что передо мной нет замечательного Жени Борисова, который будет вам рассказывать про API датафреймов. Поэтому я попытаюсь совместить сегодня, так сказать, две роли в одной. И доклад будет иметь такое небольшое пологое начало, некоторое интро, а потом мы сразу перейдем к более сложным вещам, которые будут касаться второго Spark. Соответственно, давайте знакомиться, я расскажу про себя, потом что-то поспрашиваю у вас. Меня зовут Зиноев Алексей, в IT в следующем году у меня будет десяточка. Сколько я занимаюсь уже всякими разными проектами. Соответственно, на Hadoop мне удалось, скажем так, запустить еще проект на первом Hadoop. Отойду-ка я в эту сторону, что у меня в глаз светит проектор. Ну и, соответственно, с 2015 года я работаю в EPUM, где, собственно, занимаюсь тем, что помогаю различным командам, скажем так, закрыть разные дырки в знаниях по Джаве, по Бигдате и так далее. Соответственно, вот мои контакты. Вот я сегодня буду что-нибудь постить в Twitter. Как узнаю, какой у нас хэштег, обязательно киньте фоточки за почву. Соответственно, вот здесь можно меня найти в социальных сетях. Этот слайд будет еще в конце. Соответственно, у меня вопросы к вам. Кто был на моем докладе на Джокере? Есть такие люди? Ну, имейте в виду. То есть вы уже были, вы на себя приняли эту ответственность. Слушайте это еще раз. Кто был в прошлом году, например, на субботнике или до этого на докладах про Hadoop? Вот мне что интересует. О, таких людей уже больше. И это очень хорошо, потому что я буду так или иначе полемизировать со своими предыдущими выступлениями. Ну и, соответственно, видимо, все остальные так или иначе со мной еще не пересекались. Окей. Давайте пойдем дальше и займемся спарком. Соответственно, по поводу ситуации, которая обстоит у нас в Бигдате на данный момент и в 2014 году. В 2014 году я, по крайней мере, познакомился со спарком. И в тот момент экосистема вокруг спарка была очень дохлой, маленькой, еле шевелящейся. В нее вкладывались только очень такие хорошие научные коллективы или те, кому, по крайней мере, весь банкет оплачивал какой-нибудь хороший заказчик. Те, кому банкет оплачивал заказчик попроще, они занимались в основном Hadoop. Такие люди продолжают заниматься Hadoop и сейчас. И сразу говорю, все, что будет сказано против Hadoop в этом докладе, это все не совсем правда. Как минимум, потому что вы были на предыдущих моих докладах. Но сегодня я буду на него наваливать обязательно. Бигдата в 2017 году устроена немножечко по-другому. Во-первых, стало очень много тулов. Я сначала хотел привести картинку, сколько стало вообще разных тулов, с которыми нужно знакомиться. Понял, что на этой картинке мы ничего не увидим даже на таком экране. То есть вот ту часть, которую я попытаюсь осветить в одном докладе. А при этом в каком-нибудь там 2014 году вполне можно было быть бигдата full stack девелопером. Сейчас таким разработчикам быть уже нельзя. Соответственно, что изменилось? Изменилось не то, что мы где-то аккуратно на каких-то проектах добавили машинное обучение, наняли себе двух питанистов и каким-то образом выгрузили им данные. На самом деле все захотели, чтобы машинное обучение было подключено онлайн, чтобы все итерационные алгоритмы, я не буду даже нейронки трогать, 2016 год это безусловно год нейронок. Я сейчас беру больше по классике что-то. Даже это стало настолько необходимым в любых системах, даже со среднего уровня потоком данных, с большим уровнем потока данных, что без этого обойтись никак нельзя. От традиционного программирования это отличается следующим образом. Когда я начинал заниматься программированием, это выглядело следующим образом. То есть вы писали какую-то программу, программа или имела на вход какие-то данные, или их получала, может быть, попозже, и мы каким-то образом генерировали какой-то output при помощи компьютера. Собственно, наша роль была, например, написать эту программу. В машинном обучении все выглядит немножечко наоборот. То есть у нас есть какие-то данные, у нас иногда есть output, а иногда output нужно выделить из самих данных, и мы, по сути, должны получить модель или какую-то программу. В этом тоже достаточно серьезная проблема. Возьму-ка я кликер. Соответственно, уже сейчас хочется иметь возможность итеративно переобучать различные наши модели. Не важно, на чем они написаны, как они построены, но важно иметь возможность в онлайн-режиме направить поток ивентов, которые могут как-то отличаться от предыдущего потока ивентов, и, например, повлиять на какие-то веса, на какие-то характеристики, которые заложены в модель. Где-то получается прогнать и переобучить, например, всю модель, где-то только какую-то часть, набор каких-то уравнений уточнить, ну и так далее. И все это достаточно итеративно. Соответственно, есть проблемы с Hadoop. Я про них тоже уже давно говорю. Проблемы стандартные. Hadoop, он уже не крут. И это серьезная проблема в том плане, что приходят ребята, например, джуниор-разработчики, и говорят, так, не хотим совершенно… Оп, звук, звук, что-то со звуком. Я выключил его как-то. Вам все равно меня слышно, да? Хорошо. Вот стоило… у меня такое все время происходит. Стоит мне где-то показать слайд. Hadoop из NodeSexy что-то происходит. Был на одной конференции, просто упала лампа рядом, которая висела. Это абсолютно стандартная ситуация. Вот или на этом слайде падает лампа. Мы такие, что? Ну то есть те люди, которые уже потратили какое-то время, занимались, условно говоря, большими данными, наконец-то разобрались с инфраструктурой для Hadoop, прокачали в себе какие-то… ого, девопс-скиллы. Для них это достаточно серьезный вызов, поэтому кто-то ждал, условно говоря, того же второго спарка. Но мы с этим сейчас будем разбираться. Одна из основных проблем была это в том, что вам приходится все время писать API. И API достаточно устаревший. API, созданный в начале нулевых годов, и в своем первом приближении он выглядел так. Во втором движке MAPREDUCE он выглядел чуть-чуть попроще, чуть меньше интерфейсов, которые нужно наследовать. Но в общем и целом мы все время имеем на входе огромное количество типов, которые мы должны определить, на выходе какое-то количество типов, которые нужно определить. И в целом на седьмой Java писать такой код было достаточно неудобо варима. Даже на восьмой Java писать такой код достаточно неудобо варима, но у нас появились, дескать, стримы и лямпты. И хотя бы логику мы можем писать немного аккуратнее. Но в плане конфигурирования Hadoop Job это не слишком помогает. Как минимум потому, что довольно долго Hadoop очень плохо работал с поддержкой стримов и лямпт. Сейчас все движется немножко лучше. Ну и соответственно Hadoop девелоперы немножечко лежат в луже на тему того, чем же сейчас дальше заниматься. Что же дальше изучать? Может быть вообще все это бросить уйти, доподдерживать какие-то проекты, потому что их уникальная экспертиза в том, как запустить джарник на неизвестном удаленном сервере, она как бы получается не сильно нужна. И с юга уже подпирают ребята, которые быстро разобрались с датафреймами в Spark. Это серьезная проблема. Для тех, кто совсем не занимался Spark, у меня будет короткое интро, как я и обещал. Для тех, кто им занимался, ну просто вздохните, проверьте, что вы все это знаете, и доживите до второй части доклада. Соответственно, основная идея Hadoop была в том, как вы помните, большая часть из вас, в том, что нам все время приходилось что-то писать на диск, что-то читать на диск. Чтобы вытянуть сколько угодно сложную бизнес-логику, нам приходилось много раз с этого диска прочесть и много раз с него записать. Даже если там все потом происходило красиво и распределенно, но реально стримы файла открывались, это все необходимо было делать, головки на механических дисках вынуждены были дергаться. Ну то есть какие-то вещи происходили, и вещи достаточно неприятные. Даже если заменить все диски на SSD диски, все равно, понятно, скорость будет на пару порядков меньше, чем то, что мы имеем в оперативной памяти. Я рассказывал в прошлом докладе про Hadoop, что у нас есть несколько способов обойтись от вот этого вечного сохранения на каждой итерации. Это, собственно, некоторые оптимизационные движки, которые, собственно, как и в хороших SQL-баз данных, воспринимают ваш код на вход, а потом умеют что-то с ним сделать. Вот представим себе, что Spark — это очень хорошо продуманный, давно изучивший все стандартные хинты Hadoop и поднявший, где это возможно, все вычисления в оперативную память. Что изменилось? У нас резко стало больше оперативной памяти в конце нулевых годов. То есть в мире кризис, оперативная память почему-то становится дешевой, и даже если вы сами покупали себе плашки в ноутбук, я думаю, вы это заметили. Соответственно, есть определенные маркетологические проспекты, которые говорят, что все стало в 100 раз быстрее. Так вот, если у вас оперативная память была в 1000 раз быстрее, вы перевели решение на Spark, и все стало в 100 раз быстрее, значит, вы что-то сделали плохо. То есть я не то чтобы не верю этим проспектам, просто предполагаю, что это нужно делить кое-где пополам. Соответственно, на самом деле, изменились по большей части внутренности. Некий Spark-оподобный API мы имели поверх того же Hadoop. Например, кто использовал PIG когда-нибудь? Кто писал что-нибудь на PIG? Одинокие руки рейнджеров, писавших на PIG? Хорошо, тут уже немножечко… Если вы писали что-нибудь такое на скале в духе Builder API, когда вы через различные вызовы функций постепенно устаканиваете свойства какого-то объекта и только потом его лениво запускаете, вот это немножечко оно. Соответственно, в системах, аналогичных Spark-у, всегда есть возможность отказаться от сохранения на диск и поднять какие-то вычисления в память. При этом и MapReduce, и Spark, и Spark на MapReduce, и MapReduce на Spark, их друг на друге можно разными интересными способами запускать. Тут не важно. Важно то, на чем вы пишете API. Упростился и API, и ускорилась и схема вычислений. При этом немножечко надежность пострадала. То есть, если сравнивать количество рестартов, перезапусков вычислений в Spark и сравнивать с количеством рестартов в Job в Hadoop, в Hadoop их будет все-таки меньше на порядок. Соответственно, мы переходим, по сути, от подобных вычислений, когда мы все время писали в память, и любое итерационное вычисление, например, есть у вас какой-нибудь итерационный алгоритм, он все это, соответственно, сбрасывает в память, а не на диск. Понятно, что, я сейчас вернусь, понятно, что в память все может не влезть. Тогда Spark включает старичка и начинает все это потихоньку подкачивать на диск, но в неком промежуточном режиме. Прозрачно от вас, вы об этих вещах не задумываетесь. Немножечко унифицировался API, но если даже сравнивать первый Spark, например, с разрозненностью HDFA, с файловым API, например, махаутовским API и, например, с мапредюсовским движком, то ситуация достаточно сильно изменяется. У нас было много разрозненных вещей, и, соответственно, Spark попытался даже в своей первой итерации эти вещи каким-то образом собрать при помощи абстракции, называемой RDD. К сожалению, у этой RDD было много недостатков. В частности, следующий недостаток. У этой RDD все действия, которые вы хотели делать с ней, они как бы происходили, проторчали немножечко наружу. То есть вы должны были явно задавать какое-то копирование данных из RDD, какую-то фильтрацию и так далее. Соответственно, я бы сказал так, что в первом Spark унификация API не была до конца завершена. Давайте посмотрим, как это все происходило. Я буду приводить примеры на скале, просто потому что они занимают меньше строчек кода. То есть будем считать, что мы просто вырезали все типы слева в 8-й Java. Соответственно, вы можете, стартуя в Spark, сделать все достаточно просто. Объявить какую-нибудь коллекцию. Можно сразу, объявив, например, какую-нибудь коллекцию, сделать из нее RDD-шку. Наша первая RDD-шка, которую мы получаем при помощи замечательного оператора Parallelize, который превращает, например, какой-нибудь ArrayList или просто какой-то лист в непосредственно распределенную коллекцию. Если этот ArrayList будет достаточно большим, то он тут же начнет расплываться у вас по кластеру, если, конечно, в кластере у вас несколько машин. При этом вам самим не нужно будет управлять, в частности, отправкой данных на такой-то сервер. Вы скажете, в MapReduce тоже не нужно было управлять этими всеми вещами, но там, чтобы организовать набор данных для прочтения, нужно было сделать несколько больше операций. Вы можете прочитать данные сразу из файла. Если в этом файле соблюдается хотя бы хоть какая-то колоночная структура, можно из них собрать, в принципе, сразу готовую RDD-шку, не учитывая никакую схему. Далее. Давайте рассмотрим простейший пример подсчета слов. Я думаю, все любят такие примеры, все хорошо знают, что там происходит, но если нет, я напомню, у вас есть огромное количество каких-то строк, там встречаются какие-то слова, и надо понять, сколько раз каждое слово входит. Вот, например, мы читаем из какого-нибудь файла. Далее. Мы можем всю логику нашу задать при помощи, собственно, операций, которые вызываются в таком почти что стрим-стиле, если кто-то уже пишет все подряд на стримах восьмой джаве. Соответственно, вот эти конструкции выглядят знакомыми, даже некоторые функции выглядят знакомыми. Единственное, что вот там оператор сложения может быть выглядит немножко странно для тех, кто на скале не пишет. Но это вот некоторая операция, которую мы определили. Далее. Мы можем, например, сохранить результат в качестве файла. Особенность в том, что как только мы вызываем некую терминальную операцию, вычисления сразу начинают идти. Это один вариант API. Второй вариант API, например, у вас есть какое-то legacy решение, поверх которого развернут Hive, и он умеет в эти данные ходить. Вы, в принципе, из Spark можете использовать старые наработки, например, тоже решение на Hive, поднять отдельный контекст, засунуть в него другой уже известный Spark контекст, чтобы они связались. В это время, если последить, например, за консольным выводом, видно, сколько интересных вещей Spark у себя еще начинает генерить. Далее при помощи языка запросов HQL, который сильно напоминает другой HQL, но не такой объектно-ориентированный, вы можете, в принципе, по стандарту SQL 2003 ходить к вашим данным. И при этом все это делать из Spark. Например, создать какую-то таблицу, DDL-операторы у нас имеются, мы можем, соответственно, загрузить наши данные, выгрузить наши данные. И на всем этом, на результате, мы тоже можем тут же вызывать некие функциональные операторы. То есть мы можем плавно в одной строчке кода переходить от вызова SQL-операторов, например, к функциональным операторам. То есть такая возможность микса у нас имеется. Кроме этого, если вы хотите работать с реальными стриминговыми данными, то стримы в Spark организованы следующим образом. То есть мы считаем, что у нас течет поток данных. Наверное, кто-то помнит прикольные такие слайды про микробатчинг, которые у меня были в прошлых докладах. Но суть была примерно в следующем. У вас есть какой-то поток данных, и вы можете до какого-то небольшого предела сузить размер коробочки, в которой вы можете положить все данные, которые пришли за этот период. Например, до размера одной секунды. Собрали это все, встряхнули, объявили, что это RDD, и дальше на ней можно выполнять какие-то операции. В этот момент уже копится, например, следующая коробочка. Над ней тоже можно выполнять какие-то операции. Понятно, что и output у нас будет таким образом дискретизированным. Соответственно, у нас входной поток из непрерывного становится как бы дискретным до размера вот этой коробки, которую мы задали, и выходной поток тоже. Встает хороший вопрос, как это все корректно потом агрегировать, потому что нам, наверное, нужны не промежуточные результаты за одну секунду, а, например, какие-то результаты за один час, несмотря на то, что у нас идет реал-тайм. Соответственно, в API это выглядит следующим образом. Вот здесь мы просто объявляем некую двухъядерную джобу, которая будет каждый, собственно, размер коробочки в одну секунду, будет каждую секунду производить нам некую RDD. Соответственно, я должен подконнектиться к некоторому источнику данных, я должен определить некую бизнес-логику, скажем так, при помощи сходных функциональных операторов, которые были поверх RDD. Здесь мы решаем, что мы хотим делать с результатами, например, агрегировать и распечатывать каждый раз, когда они приходят. И вот в конце, с самого начала у нас висели два оператора, start и away и termination. Кроме того, что мы работаем со стрипами, мы определяем логику преобразования, мы с вами еще обязаны и явно запустить. И, например, явно сказать, мы ожидаем завершения. Кто работал с экзекьютор-фреймворком в Java, я думаю, все работали. На самом деле, вот там очень похожая логика может быть реализована непосредственно в фреймворке. Мне кажется, туда немножко подглядывали. Соответственно, API продолжает дальше расползаться. То есть мы с вами посмотрели уже три варианта API, которые были в первых вариантах Spark. А если вы захотите поработать с графами, то готовьтесь читать вот такие вот скалистые объявления функций, в которые начинаешь так долго вглядываться и пытаться понять, тут логика уже начинает прямо в сигнатуре выполняться или нет. То есть если ты просто хочешь использовать API, и ты при этом непрофессиональный скалоразработчик, то вот эта вот разрозненность, она убивает на самом деле. И я даже не привожу примеры для машинного обучения, потому что там, конечно, существовала возможность выгружать данные в RDD, которые я вам показывал в самом начале с функциональными операторами, но как бы не так. Естественно, Data Scientist не устраивала вот эти функциональные преобразования в RDD, и они тут же нагородили себе объекты в духе точка, вектор и так далее. И вам все время нужно обмениваться форматами, когда вы взаимодействуете из одной части Spark API с другой частью. То же самое касается и графов. В общем, я надеюсь, я вас убедил, что API достаточно разрозненный, и с этим всем нужно было что-то делать. Переходим ко второй части нашего балета. Соответственно, в своем докладе я сегодня освещу вот эти вот две части. У этого доклада будет обязательно вторая часть, возможно, третья. Все сильно будет зависеть от того, как будет релизиться Spark 2.1 и прочие вещи. Соответственно, я приглашаю вас сегодня начать путешествие с этими частями и продолжить на следующих встречах, может, на следующем субботнике или где-нибудь там на G-Point, где буду рассказывать следующую версию доклада. Продолжение. Итак, проблему с D-стримами, с дискретизайз-стримами, я думаю, вы уже поняли. Во-первых, в Spark 1.3 произошло некое обновление. Появились датафреймы. Это возможность ходить и выполнять над некими уже структурированными данными некие, ну скажем так, SQL-подобные запросы. Что-то в духе group by, v, select, немножечко по-другому названные. И при этом у частей API еще остался он старый, функциональный. То есть в одном месте у нас квадратно-гнездовой API, в другом месте функциональный. И у D-стримов, в общем-то, выхода особого не было. Учитывая, что в последние полтора года разработчики очень часто начали выбирать, например, ту же Самзу по степени ее допиливости. И, например, тот же Шторм после его очередной реинкарнации. Именно для реалтайма нужно было что-то предпринимать. Это что-то предпринимательство началось летом 2015 года, когда стали активно продвигать следующую идею, которая называется continuous applications. На русский язык перевести это достаточно хорошо у меня не получилось. Я назвал это бесконечные приложения. Бесконечные они только с точки зрения API. Так-то они, конечно, точно так же дискретизированы. Идея в чем? Идея в том, что мы получаем абсолютно однородный API. Просто в некоторых местах в билдере мы можем дать понять, что это будет не какие-то статические операторы, примененные к одному набору данных, а могут быть применены в течение какого-то отрезка времени многократно. При этом вы смотрите на любой источник данных, как на потенциально бесконечную таблицу. Идея, безусловно, хорошая. Для ее осуществления бросили достаточно большое количество сил. Соответственно, если вернуться сейчас к этой картинке, то основная идея состояла именно в интеграции. То есть вот у нас есть стриминг, вот у нас есть машинное обучение, вот у нас есть на самом деле какой-то статический датасет, какие-то логи, которые лежат в S3, и мы можем каким-то образом обогащать, например, при помощи стриминга эти логи, собирать из этого новый датасет и подкладывать модели машинного обучения, предварительно проредив. Это была достаточно хорошая идея. Соответственно, написание батчей будет выглядеть несколько иным способом. То есть у нас есть некая входная таблица, есть некий пользовательский заброс или набор действий, которые мы определяем, и некая результирующая таблица. У нас происходит в системе некоторые венты, триггеры. При этом они могут быть достаточно маленькими. И агрегация результатов происходит в более легком стиле. То есть нам не нужно писать свои какие-то оконные функции, следить, например, за тем, как это окошко двигается, как в него втекают данные, как они из него вытекают. Вот этого добра хватало, когда мы работали с D-стримами. Соответственно, здесь мы начинаем работать с некими инкрементирующимися результатами. То есть мы определили логику, мы определили вход, выход, и этот выход будет обновляться. Это будет некий единый выход, который будет обновляться. Соответственно, идея в том, что мы начинаем писать в батч-стиле, а это все будет настоящим реал-тайм-стримингом. Но опять же, о границах реал-тайма можно спорить. До миллисекунды, наверное, все это сузить не получится, это будет неэффективно. Но промежуточных объектов будет генерироваться на порядок меньше. Мы не будем генерировать RDD на каждый чих. Это достаточно важно. Соответственно, вот так выглядит классический батч. У нас есть какие-то логи в S3. Мы говорим, что мы хотим прочитать оттуда данные. И дальше в духе DataFrame API, видите, он немножечко отличается в такую более приглаженную сторону от предыдущих функциональных операторов. Мы, например, задаем, какие поля из структурированных данных мы хотим выбрать. И, например, определяем тут же и output, то есть какой-то паркет-файл, который, например, лежит тоже в S3. Желтым я выделил те места, которые будут, скажем так, радикально отличаться в API. Если мы хотим поработать в реал-тайме, мы говорим, что это не просто источник данных, а мы хотим на него накрутить стрим. И, возможно, в эти S3 логи кто-то сейчас, прямо сейчас пишет, и мы хотим эти изменения подхватывать. И, например, неким образом складывать, ну, хотя бы просто в новый файл в урезанном виде. Пускай даже в каком-то append-стиле. Соответственно, DataStream позволяет нам создать вот такую вот потенциально бесконечную таблицу. У нас у стриминговых данных сохраняется структура. Мы можем делать селект к таблице, которая все время увеличивается. Вы скажете, ха, я и в MySQL мог это делать с определенным уровнем изоляции транзакций. Да, но в Spark же нет никакого уровня хорошего изоляции транзакций. Вот там есть некие урезанные версии. Это совсем не то, и раньше такого тоже не было. То есть идея в том, что мы получаем некий вход в данные, которые меняются в реал-тайме. И нам не надо об этом слишком сильно беспокоиться. Ну, переформатируем наш стандартный пример с WordCount. То есть мы теперь ожидаем некие строчки, которые приходят к нам с какого-нибудь прекрасного сокета. Мы его слушаем и определяем, в общем-то, в таком же смешанном стиле. Где-то мы можем вызвать функцию, если мы хотим. Где-то мы можем вызвать DataFrame-овский оператор. И в этом есть одна серьезная причина. Это тоже изменение в Spark API. Но если эту строчку конкретизировать, то мы просто воспринимаем тот вход, который к нам приходит. Вот строчку мы делим, опять же, по пробелам на отдельные слова. И говорим, что мы хотим сгруппировать непосредственно по значению. И все, в общем-то, выводим конечный результат. Ну, конечно же, нужно не забыть запустить стрим. То есть у меня на слайд просто это все не влезло. Но вот пока вы написали только эту первую часть, никакие данные, конечно, не польются. В этом есть определенная особенность. В итоге, если вы кидаете, например, у себя симулировали какой-то пример, кидаете на утилитку в одном месте строчки котиков и собачек. Потом, например, закинули еще каких-нибудь животных. То мы можем получить возможность иметь инкрементирующийся результат. Не кучу отдельных строк, что вот в этом датасете было 3 кошечки и 2 собачки. Нет, они будут обновлять результат. В этом была основная идея. Соответственно, в идеале, в идеале, Structured Streaming предоставляет нам все вот эти вот прекрасные слова. И самое главное, замечательную семантику доставки сообщений. Exactly Once, ради которой многие вообще переходят на стриминговые утилиты. Соответственно, также возможность использовать все изменения в DataFrame, DataSet API для стриминга. Но на самом деле все, конечно, немножечко не так прекрасно. В чем проблемы? Проблемы, как минимум, потому что нам очень долго обещали во втором Spark, что все будет хорошо. А хорошо не было. Ни даже в 2.0, ни в ночных билдах 2.1, и уже даже в дневных билдах 2.1. Счастья не наступило. К примеру, вы хотите объединить. Вот простейшая задача. У вас есть стриминг, он работает, он уже работает. У вас есть какой-то статический датасет. И вы решили, например, все это объединить при помощи замечательной операции Union. Но вы взяли, написали API, использовали API, написали код. Он не сломался, когда вы это все компилировали, но зато он сломался, когда вы это все запустили. Соответственно, нет, еще не поддерживается у нас операция для того, чтобы на самом деле обогащать наши стримы при помощи статических датасетов. Это серьезная проблема. Вы начинаете копать, вы пытаетесь понять, в чем же дело, и утыкаетесь в такой замечательный файл, как Unsupported Operation Checker Scala в недрах непосредственно Spark 2.0, и обнаруживаете, что там еще много таких операций. Конечно, с каждым релизом таких операций становится все меньше. Правда, один раз я заметил, что добавились новые, потому что решили на будущее. А давайте мы сюда еще побольше операций впихнем, ну и что, что они не поддерживаются. Я представляю такой API, который вы предоставляете своим заказчикам, например, или даже своим коллегам, в котором он начинает им пользоваться, какая классная у тебя фреймворк, или такой спринк, у которого все время Unsupported Exception начинают литься. Ну, это было бы, наверное, не совсем то, что нужно. Это такой вот первый момент разочарования. Но это не разочарование вообще в Spark как таковом, это разочарование вот в этом разрыве между тем, что рассказывают товарищи из Databricks, и тем, что есть на самом деле. Поэтому доверяй, но проверяй. Далее. Поговорим немножечко про оптимизацию. Нам все время приходилось думать об оптимизации в рамках вот этих вот самых RDD, Resilient Dataset. Ну, с одной стороны, нам говорилось, вы не будете думать об оптимизации, вы объявите эту коллекцию, она будет сама там распределяться по машинам, и, в общем, ни о чем не парьтесь, ну, разве что иногда надо, когда вы удалите много данных, ну, надо будет ее там сжать, чтобы она не вела себя достаточно хорошо. Ну, в общем, как-то все само. Вот это вот само не бывает никогда. На самом деле, вот это вот никогда начинается с самых первых моментов, что вам нужно, например, следить неким образом за количеством партиций, которое должно неким образом коррелировать с количеством ядр в вашей системе, например, там быть там в 4, 8, 16 и прочее раз больше. А если у нас упал какая-то часть кластера, партиции начинают, если их достаточно много, начинают немножечко ребалансировать, и вы видите, например, сетевой трафик. Сетевой трафик, который подскочил. Это не то, что совсем хорошо. И начинают такие ухищрения быть, давайте напишем следилку, мониторинговый тулап, пусть нам возвращает сколько у нас сейчас доступных машинок, будем делать сжимание какой-нибудь RDD, исходя из этих параметров. Такой код у нас сплошь и рядом. Ну, не у нас в смысле в EPUM, а у нас в смысле в open source. Далее. Если вы хотите сделать все это в параллель, по идее RDD предполагает некий API в духе single thread. То есть вы не думаете о многопоточности, не синхронизируете никакие данные. Дальше, какую бы вы операцию не вызвали, все должно произойти хорошо, оно само распределится. Это то, что предполагается. По факту, конечно, не так. Есть хорошие операции, есть плохие операции. Хорошие операции занимаются параллельным переносом, применяются, исходя из data locality, то есть в том самом месте, где и будет хорошо, вот рядом с этими данными. Есть плохие операции, которые вовлекают у нас абсолютный всеобъемлющий старый добрый шафлинг, на который мы ругались еще в ходуповских докладах и пытались так или иначе сократить. В общем, этого шафлинга хоть отбавляй. Вот есть, например, хорошее образование, типичная фильтрация. Вы можете всегда отфильтровать записи здесь на месте, исходя из логики. Или, например, определенным образом устроенный join, если данные хорошо подготовлены. Но это очень редко происходит. Несмотря на то, что операция join у нас есть в API, чаще всего она достаточно дорогая и вовлекает довольно, имеет большой коэффициент перемешивания данных. И это все проходит через вашу сеть. Благо, что здесь оперативки общаются между собой по сети. Далее. Следующая проблема. Забыли пока. Поняли, что есть проблема с RDD. Пришли на смену RDD датафреймы в версиях 1.3, 1.4. Они сказали, окей, у нас будут полностью структурированные данные. Никакой функциональщины. Правда, можно будет делать немножко SQL. То есть мы как бы говорим, что мы хотим получить, но не думаем об этом как. Это был большой шаг вперед. Однако появились определенные проблемы. То есть те люди, которые использовали мощь скалы, хорошо знали GVM, они резко расстроились. У них исчезла возможность хоть что-то соптимизировать в коде, потому что все оптимизации легли на плечи подкапотного каталист-оптимайзера. Соответственно, если у нас, опять же, до этого был API, который позволял в compile-time проверять какие-то ошибки, то тут девелоперы всплакнули очень резко. Потому что можно было на датафреймах совершить очень много ошибок, которые в период компиляции никак не могут быть проверены. Если вы пришли к нам из Python или JavaScript, скрипта вас это не беспокоит, меня как джависта это всегда очень сильно волновало. То есть написав вот такую замечательную строчку, передав ей какой-то SQL expression, можно потом очень сильно огрести. Конечно, была некая промежуточная возможность задать что-то в духе критерии API для всех этих операций, но, опять же, возможность вставить какую-то странную строчку все равно у нас оставалась. Это старые добрые датафреймы. В 2015 году, в прошлом году, в последний вагон у исчезающего с парка 1 что-то там заскочили датасеты. Однако они, опять же, заскочили, но в тех релизах не были окончательно доделаны. Идея в чем? Идея в том, что мы не пытаемся примитивным образом представлять это все как куча отдельных объектов в GVM. То есть в RDD это была куча отдельных объектов в GVM. Вот что видим, то и объект. Датасеты сказали, давайте сохраним возможность использовать функциональный API местами, там, где это нам действительно нужно, но внутреннее представление будет совершенно другим. И мы как бы разделим разработчиков, которые используют API, и разработчиков, которые у нас занимаются перформансом уже с паркой. Вот с этого момента пошло такое серьезное разделение. Вот, наверное, с начала прошлого года. При этом мы как бы завершили полностью триаду по Гегелю и вернулись к исходному варианту. При этом под капотом это превращается в совершенно другие вещи. Ничто не мешает нам миксовать оба варианта. Я сейчас расскажу, каким образом. Соответственно, датафреймы умели у нас адресоваться к некоторым атрибутам по имени. Давайте посмотрим, какие вещи объединились вместе. То есть от RDD у нас остался API, у нас осталось Type Safety во время компиляции, а вот, например, от датафреймов пришли замечательные вещи, как сохранение вовхипе, все перформансы, которые стали закрываться теперь отдельно при помощи работы на более низком уровне с Catalyst Query Optimizer и такой замечательный проект, как Tankstone. Я про него буду больше уже говорить в следующем докладе. Соответственно, теперь, сравнивая со всеми вариантами API, которых в Spark был, как вы видели, Zoo Park, мы можем выбрать спокойно датасеты. У нас будет возможность проверять синтаксические ошибки в Compile Time. При этом вся мощь предыдущих изменений, предыдущих оптимизаций у нас сохранится. Более того, преобразование выглядит достаточно просто. Датафрейм – это теперь просто плохо типизированный датасет, просто датасет, который типизирован некой абстрактной строкой, в которой к полям нужно обращаться по имени. То есть друг в друга их теперь конвертировать достаточно просто. Давайте рассмотрим простой пример. У вас есть какие-нибудь юзеры, которых нужно где-то хранить. У них есть email, размер ноги и какое-нибудь имя. Типичный такой скаловский кейс-класс мы объявили. Для тех, кто со скала всем не знаком, представьте себе, что это очень короткое объявление java.bina в одну строчку. Хотя это, конечно, в точности имеет некоторые отличия. Но можно себе представить, что это так. Далее. Мы теперь можем, читая из файла, например, типизировать выход, чтобы для будущих вычислений уже рассматривать эти вычисления как бы над элементами кейс-класса user. Мы могли бы не типизировать, мы могли бы сказать, что это будет какая-то сырая строка, в которой будет не весь что лежать. Посмотрите, пожалуйста, по имени. Но такая возможность у нас теперь есть. Возможность вставлять типы. Те типы, которые мы хотим. Она была и раньше, но транслировалось это немножко в другие штуки. Далее. Мы, например, отображаем все имена, выводим или там фильтруем. И обратите внимание, у нас есть возможность полноценная обращаться по имени через точку, чего не должно быть слаще. Следующее улучшение, оно достаточно простое. Даже на предыдущих слайдах в интро вы видели, что контекстов было достаточно много. Был Hive-контекст, был Spark Core-контекст, был Streaming-контекст, был контекст машинного обучения. И во втором Spark'е пришел ровно один контекст, которым нужно заниматься. Он заменяет их все. Можно взять, сходить в этот контекст и достать необходимые данные. Теперь это выглядит примерно следующим образом. То есть у вас есть типичный Spark Session. Таким же паттерном, как Builder, вы можете собрать у него все свойства и, например, определить чтение из CSV. Вот тут кто-то внимательно должен заметить кое-какие вещи. Ну, всегда остаются девелоперы, которые говорят, я ничего не понимаю, я хочу создавать RDD, у меня на них написано 200 строчек Legacy кода. Ну, соответственно, как же мой любимый Parallelize-метод, на котором я писал все юнит-тесты? Ну, вы же все пишете юнит-тесты, надо же как-то их делать. Вот Parallelize-метод очень сильно помогал всем людям наклепать вот этих вот RDD-шек. Но на самом деле это не полная печаль. Можно без всяких самых страшных конвертаций получить некоторую RDD из датасета. Вот у нас там такая возможность осталась. Но она тщательно скрывается и со временем она будет выпилена. Я думаю, в версии 2.2 или там, не знаю, третий Spark, какой будет окончательный, API RDD, само слово, будет вычеркнуто окончательно. Вот пока оно осталось для некой совместимости. Передохнули. Поняли. С API все. Лезем дальше внутрь. В Spark очень много сериализации. Прямо очень много. То есть вроде мы пишем что-то на скале. Скала там во что-то превращается. Но при этом Spark использует стандартную Java сериализацию для того, чтобы все время перегонять объекты из более persistent состояния в менее persistent состояние. И наоборот. И вообще в целом, чтобы общаться. Понятно, что Java сериализация нам всем знакома. Мы знаем, какие методы нужно вызывать, от кого наследоваться. Но в целом подобная сериализация имеет достаточно большой overhead, как по записи всей этой мета информации рядом с каждыми полями. И от нее хотелось бы отказаться. Простейшая замена имеется под рукой. Это крио сериализация. Единственное ее отличие, наверное, для пользователя, такое достаточно серьезное, что вам нужно самим принудительно регистрировать в системе классы, которые нужно сериализовать. То есть нельзя просто взять и что-то сделать, что оно implement serializable или externalizable. Соответственно, такой поддержки у нас нет. Крио не понимает ничего этого. Но это несложно, если вы сделали это один раз в самом начале. Такая сериализация была. И почти во всех решениях так или иначе первой performance такой тюнинг вещью является переход от стандартной сериализации к крио. Но это тоже недостаточно. То есть у нас все равно есть отдельные объекты. Эти отдельные объекты отдельным образом лежат в памяти. Мы пишем о них некую мета информацию, пусть даже в сжатом виде. Может быть, как-то можно было бы всего этого избежать. Может быть, уже те вещи, которые накопили в смежных областях, можно как-то переиспользовать. Как минимум, есть серьезная проблема. Нужно как-то избавиться от того, что каждый сериализуемый объект содержит структуру класса, как какие-то значения. Может быть, как-то это можно выкинуть? Может быть, если классов в системе не так много, можно как-то с этим разобраться? Да, о чем нужно всегда не забывать. Если у вас много сериализации, у вас потом обязательно много garbage collector, вот такие вот пилочки начинают у вас делать, постепенно восходящие, и все постепенно забивается. Соответственно, современный подход, который имеется в Spark, предполагает, что мы можем использовать компактное представление в памяти. Неким образом, если мы видим последовательность объектов, мы можем сказать, ага, это однородные объекты, они все обладают одной мета-информацией. Давайте мы, понимая, сколько занимает в памяти каждое поле, понимая каждое выравнивание, мы разложим, например, пришедший набор k-value в памяти друг за другом. Потом, опять же, зная механизм размещения, мы определенным образом это все из памяти поднимем. То есть это не будет отдельный объект, это будет некий, можете представлять, как огромный какой-то блоб в памяти, где в разных кусочках его лежат бывшие объекты. Если мы захотим из этого супер-блоба прочитать, то мы знаем, на какую позицию сходить, к какой ячейке памяти обратиться, и к следующим 10 за нее, и забрать все эти данные. Это достаточно прорывной подход. Сейчас, по крайней мере, очень много идет оптимизации работы в этой части. И подобный механизм превращения объектов в кусочки единого целого называется энкодингом. Соответственно, энкодеры что делают? Они нам начинают генерировать, например, у нас был какой-то набор объектов коллекции, мы решили воспользоваться каким-то энкодером. Он начинает нам генерировать специальный бойкот для взаимодействия как с хипом, так с софхипом, и, соответственно, позволяет нам получать значение атрибутов объекта без операции сериализации, десериализации. В принципе, этот подход мы наблюдаем уже во многих решениях и в Java фреймворках, но, собственно, до Spark подобная вещь добралась. Вот это такой вау-слайд. Все должны восхититься, какие энкодеры очень быстрые, прекрасные. На самом деле, у меня до сих пор нет на руках точного замера. Есть ощущение, что энкодеры действительно быстрее. Почему у меня нет на руках точного замера? Потому что нет кастомных энкодеров. То есть можно очень долго радоваться, но в Spark 2.0 пока нельзя хорошим, корректным способом, наследовавшись от чего-то или переопределив, получить нормальный кастомный энкодер. Например, записать свое разложение в памяти. А, например, для того кейса, который у меня имеется, ну, стандартный энкодер, я посмотрел, ну, раза в четыре это быстрее стоило ли городить это с энкодером, когда я не совсем доверяю его в хипу. То есть это тот момент, когда стоит воздержаться. В принципе, классический энкодер, который у нас присутствует в Spark, ему, я думаю, можно доверять. Его так или иначе кто-то ревьюил. Много раз про него рассказали, люди находили в нем баги. Но вот, тем не менее, вот это вот недоверие тебе, ощущение, что от тебя спрятали какой-то специальный супер пэкедж, набор методов, чтобы оперировать памятью, вот это вот недоверие к тебе, оно немножечко раздражает. Согласитесь? Далее. Мы про это еще поговорим. У нас может быть недостаточно storage-левелов. Ну, опять же, такой момент. Что такое storage-левелы? Помните такую замечательную возможность, когда мы могли кэшировать данные в Spark, когда нам не хотелось перевычислять данные снова? У нас имелся метод persist или кэш, и Spark-контекст вынужден был трекать путь каждой RDD, как она пришла непосредственно в свое состояние. Более. У нас был некий набор опций. Мы могли, например, решать, сохраняем мы только в памяти, сохраняем, например, в памяти и на диске, и этот набор опций, он достаточно давно не менялся. Несмотря на то, что вы видите здесь двоечки, это совсем не означает, что это какие-то крутые опции Spark 2. Это старые добрые опции, которые занимаются реплицированием. Суть в том, что во втором Spark, а, простите, в Spark имелось несколько разных дефолтных уровней для разных видов API. Например, для Spark Core мы выбирали memory only по умолчанию, а, например, для Spark Streaming требовали еще и сериализацию. Вот во втором Spark появилась возможность самим дорабатывать некие смешанные storage-левелы, когда у вас довольно сложная система. Может быть, у вас есть какие-то возможности размещать что-то в кэшах. Может быть, у вас есть какой-то in-memory storage. Можно подключить его таким образом, как отдельный storage-левел. И вот стандартных решений не хватает. Либо в память, либо на диск, либо сериализуете, либо нет. Соответственно, я надеюсь, что в Spark будет появляться все больше и больше developer API, вот такие вот зеленым образом, красивым образом отмечены, когда мы сможем для кастомного энкодера это сделать, для storage-левела, для многих других вещей. И, скажем так, со стороны разработчиков Spark нам будет оказано определенное доверие, что мы это все не поломаем. Ну, стандартный вопрос. Какой у нас самый популярный формат файла в BigData? Кто знает? Кто знает, не говорите. Кто не знает? Что? Вы в чем храните данные? Вот вы в чем храните данные? Просто не знаете. А кто в чем-нибудь хранит данные в BigData? Ну, давайте. Не стесняйтесь. Кто в чем хранит? Молгодиби? Не знаю, не знаю. Тут был хороший вариант, на самом деле, я его слышал. Это вариант про CSV. На самом деле, с каким проектом вы не столкнулись, он всегда начинается с каких-то CSV-шек. Внешние библиотеки, которые читают CSV, в Spark были достаточно давно. Но этот проект для чтения CSV не присутствовал в API с самого начала. То есть только во втором Spark появилась возможность наконец-то стандартным образом, не регистрируя какую-то отдельную библиотеку, прочитать CSV. То есть про самый популярный формат в Spark взяли и забыли. Но это так, набор совсем простых улучшений. Это так, хихихаха. Соответственно, давайте поговорим немножечко о перформансе. Как мерить его достаточно корректно для решений в области больших данных. Был разработан такой вот фреймворк, который позволял для больших, серьезных, грозных ИТЛ решений выполнить так называемые 99 запросов. Для того, чтобы проверить, действительно ли решение поддерживает возможность эти 99 запросов выполнять. Ну, запросы были примерно вот какие-то такие. Тут не очень четко видно, но в них присутствовали и вив, и грубая, и вложенные селекты, и много-много серьезных вещей. Для того, чтобы в этом соревновании участвовать, вы должны, конечно, какой-то стандарт SQL поддерживать. И у Спарка были до определенного периода проблемы. Вот сейчас во втором Спарке можно сказать, что он поддерживает стандарт SQL 2003. По крайней мере, эти 99 запросов на нем запускаются. Ну, для тех, кто знаком с человеком слева, вот, можно сказать, что нам нужен некоторый бенчмарк для того, чтобы бенчмаркать Спарк. И, соответственно, бенчмарк под названием GMIH нам не совсем подходит. По крайней мере, само его использование для того, чтобы померить, например, вызов пары методов API, он будет не совсем корректным, слишком много внешних причин вмешивается, слишком мало опций Спарка вы можете отключить непосредственно из этого фреймворка. Соответственно, на основе вот того фреймворка с 99 запросами, выложенных в open source, была сделана вот такая вот тула, лежит в гитхабе Databricks. Вы можете, в принципе, позапускать это относительно своей логики на Спарк и SQL. Опять же, эта имплементация, если не ошибаюсь, работает только со вторым Спарком. Для 1.6 пришлось им чуть позже впилить поддержку, и, наконец-то, удалось хоть как-то побенчмаркать. Но что оказалось? Часть запросов во втором Спарке выросла достаточно серьезно. То есть тут есть некий запрос Q39A и Q39B, которые работают теперь несколько десятков раз больше. По-моему, ни один запрос серьезно не ухудшился, но есть те запросы, которые не слишком выиграли. Например, какой-нибудь Select V не стал слишком быстрее во втором Спарке. А вот более сложные вещи, вложенные запросы за счет оптимизационных техник стали выполняться в разы быстрее. Соответственно, часто возникает вопрос, а что быстрее? Вот я пишу на SQL или я беру какой-то новый датасет API. Вот если я померил все для SQL, это будет вообще работать для датасетов или нет? На самом деле работать, конечно, будет. В старом Спарке преобразование выглядит следующим образом. То есть у вас были какие-то RDD объекты, потом приходил злобный, суровый DAC Scheduler и начинал все эти вещи у вас раскладывать в качестве некоторого дерева, какие-то стадии объединять, какие-то стадии даже скибать, если такая возможность была. И уже после этого непосредственно задания экзекьюторам посылались. Соответственно, кое-где можно было применить оптимизационные техники, но только на уровне мержа каких-то операций. Пришел Catalyst Optimizer на версии Спарка 1.3. Соответственно, у нас появилась возможность смотреть на любые функциональные преобразования, как на набор промежуточных операторов. Неважно, на чем вы пишете. На SQL, на датафреймах, на датасетах. Не знаю, для RDD это там не совсем, мне кажется, для всех операций работает хорошо, не проверял. По крайней мере, для последних трех версий API мы берем любое выражение и превращаем его в промежуточный логический план. Например, еще для начала недостаточно разрешенный. Потом мы проверяем, что действительно все источники данных доступны. Мы говорим, что это валидный логический план. И можем сделать определенные перестановки в этом логическом плане. Только после этого он превратится в физический план исполнения. Если нужно, мы оценим некоторые веточки при помощи Cost-Based Optimizer и, например, выберем один из физических планов. Я думаю, опять же, это что-то напоминает. Ничего нового совершенно нет. Просто до Спарка дотянулись технологии SQL мира. В итоге вы пишете что-то на датафреймах или на SQL. Это превращается в Catalyst Expression, а ниже это все превращается в более низкоуровневый байт-код, в котором, если вы хотите, можно использовать уже различные встроенные операторы для манипуляции памяти. В более ранних версиях использовался как таковой Unsave. Кроме этого, раз у нас есть план, значит плану можно сделать Explain. Если плану можно сделать Explain, то можно попытаться понять, что там внутри вообще происходит. Соответственно, мы видим, что какое-нибудь стандартное выражение, какой-нибудь датасет, который мы сейчас хотим выполнять, до того, как мы выполним, мы можем проверить, а по какому физическому плану это все будет выполняться. Соответственно, вот в данной ситуации мы видим, что у нас соединяются результаты двух чтений из двух разных источников данных, оба из CSV, естественно, и кое-где у некоторых операций мы видим приставочку Tankston. Tankston означает, по сути, некую улучшенную версию, которая позволяет нам уже определенным образом манипулировать байтиками в памяти, скипнуть некую сериализацию и десериализацию. В идеале, чего бы хотелось, чтобы когда вы сделали Explain, своему физическому плану, вы бы увидели у каждой операции приставочку Tankston. Ну, к сожалению, не для всех операций пока есть аналоги, но думаю, через годик у нас будет такая возможность. Соответственно, почему у нас в Explain вообще так много этих танкстенских штук? Во-первых, Tankston позволяет быть действительно эффективнее с CPU. Использовать мощь, собственно, on save пакета, прямой адресации к памяти. И в этот момент как бы магия Java заканчивается. Java заканчивается где-то на уровне IPI. Ну, естественно, как только мы заходим под капот, у нас начинаются различные прямые манипуляции с памятью, что позволяет, так сказать, в большинстве горячих мест, по сути, вместо того, чтобы возложить на JVM компиляцию, мы можем возложить эти вещи, по сути, уже на Spark и на проект Tankston. Также это возможность взаимодействовать с областями памяти, которые лежат у нас вне HIPA. И в целом приблизиться, использовать те техники, которые близки, например, тому железу, на котором мы выполняемся. Да, у нас получается какое-то нелегко платформопереносимое решение. Она будет по-разному работать на разных процессорах. Но при этом будут процессоры, на которых он будет работать достаточно быстро. Соответственно, может быть, пора уже использовать unsafe напрямую. Почему мы его не используем? Почему он куда-то спрятан? На самом деле он там и используется. Более того, настолько легально, что просто даже жуть берет, как они будут переезжать на 9 или 10 джаву. Там имеется в Spark 2.0 такой замечательный unsafe row формат, в котором все маленькие значения у нас заинлайнены. Используются стандартные техники выравнивания. Соответственно, результаты хеширования и оператора equals там, где это можно, уже, так сказать, встроены для того, чтобы тоже сравнение по хешкоду у нас происходило достаточно быстро. Далее. У меня просто совсем мало времени осталось. Я уже немножко зачастил. Про Tankstone я подробно про техники, наверное, расскажу во второй части своего доклада. А сегодня я хотел бы завершить как раз обсуждением, а возможен ли нормальный memory management в Spark? Нет, но мы, конечно, знаем, что вот есть стандартная Java memory management model, в которой мы можем поработать с разными поколениями, повлиять на размер поколений каким-то образом, последить за тем, как эти поколения убираются, обмениваются друг с другом кусочками. Вот нужно копать в этом направлении или нужно копать в каком-то другом направлении? Вот в этом направлении копать тоже можно, но копать в этом направлении нужно всегда, если вы работаете с Java приложением. Но в случае Spark 2.0 у нас достаточно много манипуляций уже происходит в Овхипе. Даже в классической модели, которая пришла еще в Spark 1.6, вот последняя такая версия. Потому как делится Spark память, мы уже видим свою специализацию памяти на свои области, и они не мапятся однозначно в те поколения, которые лежат в GVM. То есть у нас есть Spark и свои отдельные области. Например, есть замечательная просто Spark Memory, в которую мы можем класть те данные, которые мы кэшируем при помощи кэш или персист. Если у нас таких данных нет, если у нас все одноразовое, мы можем уменьшить эту область. Да, казалось бы, это же можно было бы хранить где-нибудь в Young Generation. Но вы уверены, что в Young Generation вы увидите те самые объекты, которые были там? В случае RDD это было оправдано. В случае танкстеновских техник это практически не имеет смысла. Далее. У нас есть следующая замечательная область памяти, которая нужна во время исполнения. То есть если у вас очень тяжелые операции, то вам нужно определенным образом увеличивать эту область. Например, она сейчас занимает не такой, как хотелось бы, размер на этой картинке. Но вполне можно довести до 50-60% от того хипа, который вы используете. Если у вас операции наоборот не слишком тяжелые, вам нужно просто много вычислений поднять в памяти. Для того, чтобы в будущем это все просканировать, вы наоборот можете поднять по сути инстанс с маленькой execution memory. Далее. У нас имеется еще некая user memory для каких-то наших особенных нужд. Не всегда у нас эти нужды имеются. Вот в этой ситуации нужно безжалостно расправляться с 25%, которые болтаются просто так. Можно посмотреть, лежит ли там что-нибудь, собираетесь ли вы туда что-нибудь класть, какой-нибудь невероятный ары-лист, который вам понадобится, или словарь. Если не собираетесь, то спокойно забирайте этот кусочек. Вот есть еще одна область памяти, называемая reserved memory. Но, соответственно, про эту память мы как раз поговорим в следующей серии. Но она такая довольно забавная. Ее тоже многие пытаются в своих решениях выпилить, но вот ее выпиливать совершенно не надо. Ну, соответственно, в заключение. Как оказалось, несмотря на то, что второй Spark живет уже практически в течение полугода, и уже есть вполне официальные релизы, есть команды, которые быстро перешли на второй Spark из-за structured streaming и только потом обнаружили, что он не со всеми источниками возможного объединения, во многих ситуациях пришлось немножечко откатиться назад. Мы слишком рано прыгнули в область второго Spark. Из того, что будет, из того, что будет, это действительно унифицированный проект сейчас уже не в зародыше, а вполне себе хороший. Если смотреть на то же машинное обучение, там есть два замечательных подпакета. Один подпакет, в котором лежат все старые решения на RDD из старых классов, и постепенно растущий новый пакет, в котором все переписывается уже в духе Spark 2.0. Соответственно, я ожидаю, что к весне мы получим там уже нормальную поддержку всей классики, и можно уже будет эту классику, не обращая внимания на старый пакет, на RDD, спокойно использовать. Из серьезных улучшений это более инкубаторный проект, на мой взгляд, это проект работы именно с графами. Опять же, мы уходим от огромных скалистых вот таких вот сигнатур функций и переходим к датасет API в так называемых граффреймсах. Это кастомные энкодеры, это повсеместное использование датасетов и отрубание руки за использование RDD, и, конечно же, нормальная интеграция со всем, чем нам важно. С кавкой, вот тут говорили MongoDB, опять же, нужно интегрироваться нормально и, например, раскладывать, хочется иметь нормальный кастомный энкодер, который будет, например, раскладывать в MongoDB или куда-нибудь еще. Соответственно, вот эти, это те вещи, которых пока не хватает. Но, слава богу, в roadmap они имеются. По поводу roadmap. Из интересных вещей, которые я там увидел, это, по сути, structured streaming и вообще structured API, по сути, поверх всего Spark. Соответственно, я надеюсь, что в следующей встрече я смогу уже корректную демку вам показать по поводу structured API повсеместно. Пока, к сожалению, он имеется только в небольшом кусочке при помощи кастомных энкодеров. Как я уже сказал, у нас будет возможность поддержки различных источников данных. Это будут не только какие-нибудь history, DFS, но и более интересные вещи сразу из коробки, чтобы можно было read HBase и так далее, через плагины и прочие установки отделать напрямую из API. По крайней мере, такие проекты имеются. И все, меня совсем прогоняют. В общем, у нас такими штуками занимаются. Второй Spark уже в некоторых моментах ранят. Соответственно, ожидаем перехода на него во многих проектах в течение ближайшего года. Приходите, переходите с нами на второй Spark. Ну, в общем, все. До следующих встреч. Спасибо. Спасибо, Алексей. У нас есть пару минуток задать Алексею всем интересующие как раз вас вопросы. Есть у кого вопросы? Отлично. То есть, у нас была пара минуток? Было. Обязательно. Давайте я еще какой-нибудь сюда. Здравствуйте. Меня Сергей зовут. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Алексей. У меня вопрос по Tankstrom и энкодерам. То есть, там, как я понял, такая фишка, что метадаты хранятся для всей коллекции объектов, потому что они одинаковые. А как делать с наследованием? То есть, как он работает с наследованием? То есть, есть маленький объектик, который может расширяться и так далее, но я хочу с ним работать как с этим одинаковым маленьким объектом. Данные-то как бы разные? Данные как бы размазаны по нескольким объектам. А, то есть, он композицию делает. Нет, я имею в виду, в твоей ситуации как бы данные размазаны, то есть, часть полей объявлены, ты имеешь в виду в абстрактном некотором классе. Ну, допустим, пример, у меня есть какая-нибудь запись лого. Там есть лого дата, когда он произошел, там еще какая-нибудь фигня и какая-то расширенная информация, которая зависит от уже наследника лого. Но я хочу по ним пробежаться, просто посмотреть, сколько мне там нужно дату. Сколько там в этот день было проблем там записи и так далее. Вот как он будет в таком случае хранить эту метадату? Потому что мы на коллекцию передаем разноплановые объекты, хоть наследующиеся от одного объекта. Но метаданные у них разные. Хороший вопрос, на самом деле. Надо подумать. Я предлагаю в перерыве сесть и почертить. В классический энкодер, то есть, ты можешь положить либо финальный объект, в котором будет уже по сути вся информация, а возможность подгружать его кусками, чтобы, условно говоря, не сканить потом все. Это не проблема. Как минимум потому, что кастомный энкодер позволит тебе сходить к конкретным полям. То есть, нет такой проблемы, что, о боже, у нас тут какие-то расширенные поля появились. То есть, имеется в виду, что мы приводим либо к одному формату, который одинаковый? Это самый хороший вариант. Либо к расширенному формату, и при этом у тебя не будет накладных расходов. Даже сейчас у тебя уже нет. Я не про будущее время буду говорить. У тебя сейчас нет накладного расхода. Сходить к тому двенадцатому добавочному полю. Все, спасибо. У нас больше нет времени, к сожалению. Все дополнительные вопросы вы можете задать Алексею вечно. Да, я сейчас в коридор вот пойду. Да, 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 у нас есть эксперт-поинт, где вы можете one by one задать вопросы Алексею. Вот. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ